Владимир Иванович Федоров, поэт-прозаик, драматург, публицист, автор более 60 книг, проза и стихов, более 100 песен. Наиболее известна его дилогия «Чистый колодец», по входящей в нее повести в навелах «Сумка, полное сердцец». В 1964 году был поставлен одноименный кинофильм, лауреат Международной литературной премии имени Константина Симонова, член Союза писателей СССР. Биография. Владимир Иванович Федоров родился 15 мая 1925 года в Белгороде в рабочей семье. Отец Иван Васильевич, участник брусиловского прорыва, солдат трех войн, перед Великой Отечественной войной работал в Молдавии заведующим сберкассой, мать Ольга Семеновна, беженка из Белоруссии, заведующая библиотекой. Первые стихи были опубликованы в 1938 году в районной газете «Боринская искра». Учился в Кишиневском электромеханическом техникуме. В начале Отечественной войны работал присовщиком в Урюпинске и на Урале. В январе 1943 года добровольцем ушел на фронт. Был парашютистом-десантником. Воевал орудийным номером на Карельском, Втором и Третьем украинских фронтах. Принимал участие в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. Фронтовые стихи Федорова были опубликованы еще в годы войны в журнале «Красноармеец» и в различных военных газетах. Одно из них называлось «Вместо письма» и было написано как бы от имени всех солдат. В мае 1945 года будущего поэта перевели работать в редакцию дивизионной газеты «В атаку». Он стал военным журналистом. В 1947 году в литературной газете была напечатана фронтовая лирика Владимира Федорова. Цикл первой стихи с предисловием М. Исаковского. С этого времени началась почти полувековая плодотворная литературная деятельность Владимира Федорова. В 1950 году в Киеве вышла первая книга лирики «Семья родная», посвященная армии. Владимир Федоров – автор более 60 книг, проза и стихов, более 100 песен. Наиболее известна его дилогия «Чистый колодец», по входящей в нее повести в навелах «Сумка», «Полное сердцец». В 1964 году был поставлен одноименный кинофильм. Затем вышли фильмы «Визит в Ковалевку» и «Володькина жизнь». Владимир Федоров – автор четырех пьес в стихах, широко известны песни на его стихи «Калина Варжи». В исполнении Людмилы Зыкиной «Есть вечная любовь» в исполнении Софии Ротару и другие стихи, поэмы, повести и сказки Владимира Федорова переведены на многие языки мира. Лауреат Международной премии Константина Симонова, отлично закончил высшие литературные курсы. Член Союза писателей СССР о творчестве Владимира Федорова вышла книга М. Мигунова «Поющие сердце», а также Белгородский государственный педагогический университет выпустил сборник статей известных писателей и литературоведов. Писатель, рожденный Великой Отечественной, в 1973 году написал балладу о звенящем солнце «Зови» гитара, посвященную чилийскому поэту-революционеру Виктору Хара. В литературных электронных сетях авторство ошибочно приписывают однофамильцу поэту Василию Федорову. Умер Владимир Иванович Федоров 29 мая 1998 года. Сочинение «Белгород», цикл стихов «Новый мир» М. 1950, В. 6С, от 73 до 82 на пороге М. 1951, «Плечом к плечу» М. 1952, «Любовь моя» М. 1953, «Чистый колодезь». Повести, роман, газета М. 1962, В. 19. Сумка, полное сердцец, повесть в навелах М. Издательство «Советская Россия» 1962, «Марс над казачьим бором», повесть «Библиотека», «Огонек» М. 1963, В. 12. Марс над казачьим бором, повести М. Молодая гвардия 1963, Сумка, полное сердцец, повесть в навелах М. Издательство «Советская Россия» 1963, «Звезды России», стихи и поэмы М. 1963, Сумка, полное сердцец, повести Петрозаводск. Карельское книжное издательство 1964, «Вечный огонь», роман в повестях М. «Советский писатель» 1965, «Со всех концов России» М. «Московский рабочий» 1966, «Белая невеста», повести и роман М. Военное издательство 1970, «Щедрость» М. 1970, «Мы были счастливы», роман Хроника М. Профиздат 1971, «Бойцы мать земли», «Встречи и раздумья» М. Современник 1973, Сумка, полное сердцец, повести, переиздание Воронеж, центрально-черноземное и книжное издательство 1973, «Балада звенящим солнце», «Зови», «Гитара» 1973 М. 60 лет советской поэзии, сборник стихов 1977 Т. 2 «Балада солдатки», «Балады», песни, лирика, юмор, поэмы М. Военное издательство 1974, «Жизнелюбы», «Избранные повести», переиздание М. «Московский рабочий» 1975, «Вся Володькина жизнь», романы, повесть А. С. Буковский, В. Федоров М. В. Военездат 1977, «Жаворонок в зените», повести романы М. Современник 1985, «Сказ про студеный ключ», роман, повести М. В. Военездат 1990, 512 секунд, А. С. Б. Н. 5, 203, 00, 622, «Гроза над Россией» М. 1995. Редактор субтитров А. С. Балады.